Всех приветствую на своем канале. Сей обзор будет посвящен еде. Пошла я сейчас гулять, 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 и думала купить себе какого-нибудь печенья, или какую-нибудь булочку, или что-нибудь вообще такое. Но в итоге не совсем булочку, но и булочку тоже. Короче, вот тут сумочка от Викика. Сначала я достану то, что достанется. Опять, я уже четвертый раз их покупаю, эти булочки. Вообще, на самом деле, я хотела именно эти булочки. Это у нас сакобян. Продаются они в магните, я думаю, что может еще где-нибудь продаются. Пайтики восточные. Снова прочитаю состав, вдруг кто не в курсе. Мука пшеничная, хлебопекарская, высший сорт. Соль, вода, сахар в скобочках, сахароза, лактоза. Тут снова две скобочки, как в прошлый раз было. Наверное, двойная такая чепятка. Или напечатали уже про запас, чтобы лепить. Молоко коровье, дрожжи, сливочное масло в скобочках, постерилизованные сливки. Сделано оно вчера в 6 утра. Сегодня же второе, да? И до 4 октября в 6 утра оно годное. Ну, в общем, вот булочки. Это мне тупо надо с чаем попить чего-нибудь. Я как-то купила печенье одно на развес. И так как-то, не знаю, что-то оно у меня так и не пошло. Почему я решила, что мне больше ничего не надо? Я вообще сначала хотела купить печенье юбилейное. Магните сейчас, короче, печенье юбилейное. Идет в молочной глазури. 348 грамм пачечка. Там 4 такие упаковочки этого печенья. По 64 с чем-то. Сначала я хотела его взять, потом думаю, ну вот. Оно такое крепенькое. От него потом слегка изжога. Вот есть просто мягонькое, есть просто не очень мягонькое. И я внезапно что-то смотрю на прилавке. Какие это сухофрукты, смесь сухофруктов. Я думала, там какие-нибудь сукаты, требуха. Или вообще это какой-нибудь что-то, из чего потом компот варят. А это оказалось мааг, фруктовая смесь. В общем, из этого маага я уже как-то покупала. Он, кстати, продается и в пятерке, и в магните. В сетях пятерочка. В сетевых магазинах пятерочка и в сетевых магазинах магнит. И, короче говоря, вот финики я у мага брала, мне очень нравились. Чернослив брала у мага, мне тоже нравился. А тут у нас 400 грамм. 210, кажется. Ананас, цукаты, груша, цукаты, финики без косточки. Вообще в первой жизни буду есть финики без косточки. Я, может, даже из-за этого и купила. Слива сушеная без косточки. Яблоко сушеное. Хотя у меня как бы есть яблоко сушеное. Ну, решила все-таки взять. Вместо конфет, вместо печенья к чаю самое то. Абрикос сушеный без косточки. Вот так оно выглядит. Может быть, это, конечно, я слоу-пока. Вы уже это все видели. Да, я тут все еще пытаюсь. Вообще, как бы, все еще тестирую камеру. С телефона управляю. Сейчас вот сменила настройки. Там должны быть. В прошлый раз ставила 50 этих самых в секунду. Сейчас я что-то поставила. Но у меня вышло и они пиксели или там не знаю чего в секунду. 50 этих, 50, наверное, кадров в секунду. Потому что до этого у меня было 25 кадров в секунду. Короче, вроде как просчитала инструкцию, вроде как поняла. Но вот еще, видимо, не до конца все еще тестирую. Как получится, так и будет. И да, я тыркаюсь все еще в телефон, ибо с него управляю. И потом как-нибудь буду уже управлять с ноутбуком. Короче, вот такие вот. Поближе, а то говорят, что нихрена не видно. Вот так они выглядят. 400 грамм 210 рублей. А еще я себе купила всяких фруктиков. Немножко зеленого винограда. Он должен быть без косточек. Надеюсь. Кишмишек такой. Немножко сливы. Она была мягкой. И немножко еще винограда. Вот раз на раз не попадается. Не знаю, так ли он должен выглядеть зрелым. Этот крупный такой, типа, розоватый виноград. Розовато-красный. Хрен знает какого цвета. То ли не так. Ну, чуть-чуть совсем дела. Думаю, если понравится, куплю еще. Схожу. А если не понравится, то хотя бы это. Выкидывать не жалко, что много купила, да? В общем, вот такой у меня был обзор еды. На 200 с чем-то или на 300. Что-то я не помню, сколько-то там рублей. Ну и всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok